Всем привет! Сегодня история от подписчиц. Сейчас я зачитаю ее историю, дам свои комментарии. Вы тоже это можете сделать под видео, так что давайте приступим. У меня такая ситуация была в непонятных отношениях на протяжении трех лет. Познакомились на сайте знакомств. Он приехал ко мне в гости через какое-то время. Все было, потом еще раз приезжал и через пару недель опять появился. Общались. Так и живем далеко друг от друга. Встречи вот такие были и общения в интернете. Потом он пару раз отменял встречи. И в итоге я замолчала, и он тоже. Не общались почти год. Потом снова написал. И опять общались полгода. То пропадет, то объявится. Встретились. Потом он снова пропал. И стали наши отношения вот такими. Исчезнет, а я жду. Подчеркиваем, сразу я останавливаюсь. Он исчезает, я жду, я жду, мучаюсь, страдаю. Сама ему я никогда не писала после таких вот его исчезновений. Но остановлюсь. Но ждала, продолжала ждать. Если бы мне было наплевать, я не пишу, не появляюсь, я птица гордая. Но продолжаю ждать. То есть в голове моей запросто еще идет на него. Я не то, чтобы прям целенаправленно его ждала. Но у меня не получалось строить ни с кем других отношений. Ну, я уже на это ответила. Трудно себе в этом, наверное, признаться. Но целенаправленно, но ничего не клеилось. Потому что в моей голове было занято, в моей голове были эмоции к этому мужчине. А притянуло меня тем, что он пропадал. Сразу говорю, история у нас, как правило, про когда я кого-то ждала и любила до него. Он отражает эти эмоции, повторяет их, поэтому он меня зацепил. На его фоне мне все казались непривлекательными. Свободной себя я тогда не чувствовала. Ну вот, чувствовалось, что я несвободная, занята, поэтому ничего не клеилось. Я всегда сравнивала всех с ним, подзастряли на нем. Он внешне был моим идеалом, в постели все нравилось. Но он мне столько боли причинил, своими уходами, возвращениями. Чистый невроз. На меня его, даже остановлюсь, я это не знала, еще сейчас читаю. И уже предсказала объяснениями, что вот это зацепило, это было надо. И вот все, пожалуйста. На меня его возвраты, как на наркоманку, доза действовали. Когда он исчезнет в первый раз, это было почти на год. Я еще узнала, что он меня заразил. Для меня это просто как удар по голове был. Может, из-за этого я даже не плакала, что меня бросили. А от шока хотя бы бросили. Ушли, не попрощались. А я не стала спрашивать ничего. Номер удалила, и все. Вот видите, ушел, не попрощался, оборвал связь. То есть вам надо, боль было продолжать пролонгировать. Пролонгировать, это типичный невротик, невроз есть в этом плане. Кто-то вас тянул до этого. Я удалила номер, окей. Прошел год, и я все забыла, я как будто бы все забыла. Совсем даже зла в душе на него не держала. И вот так он стал раз в 4 месяца примерно объявляться и пропадать. А я на подсознании где-то стала его ждать. Видимо, как вытрясировала уже меня. И вот эта история длилась 3 года. В последний раз, когда он снова объявился, я не выдержала. Решила, что так дальше продолжаться не может. Надо ставить точку. Я с ним 2 недели очень ласково разговаривала, чтобы усыпить его бдительность. Так как за 3 года поняла, что он исчезнет в никуда при малейшем намеке на откровенный разговор. Знаете, если даже остановиться, а что его бдительностью усыплять? Он все равно через 4 месяца пропал. Короче, ладно, давайте дальше. Поэтому я его убедила, что настолько к нему привязано, что он может делать что угодно. Я никуда не денусь. И вот когда я поняла, что он в этой мысли убедился, потерял бдительность, я спросила его, есть ли у него другие девушки. Он мне сказал, сейчас нет, но была. Я спросила, сколько раз он от меня уходил тогда к другой девушке. Он сказал, дважды. Ну, про один раз я знала, первый, когда он на год пропал. Он вернулся и честно сказал тогда, что ушел к другой девушке, потому что думал, что с ней у него все было серьезно, а со мной нет. Я простила. И вот каждый раз, когда он исчезал, я думала, что он снова к другой ушел. Но он уже больше на эту тему не говорил со мной. В последний раз наш сказал, что иногда просто уходил сам, не понимая зачем. Я в напряжении трех лет иногда задавала ему такие вопросы, когда он объявлялся, тебя ждать? Он отвечал, да, и я ждала. А он все это время, наверное, даже не собирался ко мне приехать многоточие, даже навестить. Галя, я ему это написала про то, что спрашивала. Он велел ждать, я и ждала. А он развлекался в это время? А вы думали, он типа ходит что-то в церковь молиться, что ли? Конечно, развлекался. Вы же должно было интересно, а куда и зачем он пропадает? Он в ответ, видимо, снова решил подвесить ситуацию и уйти в молчание на какое-то время, как всегда. Но я ждать не стала больше, заблокировала везде. Не то, чтобы я все эти три года не понимала, что происходит, что это за человек, и носила розовые очки. Да, мне говорили, что я дура. Я сама себе это говорила, что я дура. Отлично все понимала. Видимо, и правда, чувства у меня к нему появлялись тогда и появились. Только этим я могу оправдать свои глупости и свою бесхребетность. Просто, видимо, сердцу не прикажешь. Забыть его каждый раз я пыталась. Не писала сама ему, клянусь. Но я даже на расстоянии чувствовала всегда с ним то образом каким-то, что вот он скоро объявится, предчувствовала, даже знаки видела. То имя его постоянно везде слышат, то с похожим чем-то, какими-то мужчинами по жизни сталкиваюсь. И еще есть знаки, которые только между ним и мной были понятны. Я уже стала этих знаков бояться. И они каждый раз работали, объявлялись. Мистика прям какая-то. Я уже даже не только это заметила, Галя. Мой вопрос вот в чем. Сейчас дальше я продолжу ваш вопрос. Смотрите, про знаки символизм, это называется в психологии, Невротикам очень важны символы, знаки. Это, назовем так, некоторые моменты, которые нам дают надежду на то, что он вернется. Очень часто же это про притянул, отпустил, жду, не жду, боль, вот эти все, любовь и ненависть, любовь и боль, отношения нездоровые, именно невротические. Надо жить, болеть, страдать, и тогда кайф, тогда я получаю то, что хочу. Я чувствую, любовь моя очень сильная. И сильна она, пока я испытываю боль. Когда все гладко, легко и понятно, мне интересно, боли нет накала, я чувствую, например, ой, моя любовь проходит, что-то меняется и так далее, и так далее. Вот это наркоманская история о зависимости. Так вот, я хочу отметить, что символизм важен для невротиков. Звезда на небе, там, упала, я загадала желание, оно исполнилось в трудных этих моментах в отношениях. Когда он уходил, пропадал, например, я на небе видела символ облака в виде сердечек. Я везде слышала его имя или, там, не знаю, работаю с людьми. У меня все клиенты, как на подбор, были с именами, как у него, там, имя Паша, например. Вот мне всякие Паши попадают. Например, работаю я в регистратуре в больнице, да, и вот все клиенты Паши в тот день. Ну, короче, вот такая история. Символов, на самом деле, вокруг нас много. На них можно обращать внимание, но мы обращаем на них внимание, когда мы в них заинтересованы. Обратите внимание, в себе это подумайте, действительно. То есть, когда нам нужен волшебный пинок, волшебный знак, показывающий, я правильно делаю выбор, или ум, короче, это придает уверенности, подтверждение в принятии решений. Если у меня есть какие-то, вот я, например, невротик, правильно ли я поступаю, стоит ли его ждать или нет, стоит ли дальше мучиться, у меня вот эти знаки помогают пролонгировать мое удовольствие, в кавычках, да. Вот, по части у невротиков это мучение какое-то. Символизм там играет вот такую роль. Я его заблокировала, и я очень хочу перестать ждать, потому что прошел месяц с момента блокировки, я стала понимать, что по-прежнему его жду. У меня сначала была пустота, я ничего не чувствовала вообще, чувство ожидания, к сожалению, никуда не делась. Я даже не плакала, да и какие там слезы, когда он все сам сказал, и где было, что делал. Вот смотрите, сейчас здесь что вы описываете. Это говорит о том, что он мне нужен был для того, чтобы испытывать те же ощущения вот этого ждуна, мучений, которые когда-то мне нанесли травму. Он их продолжал, возвращал меня в прошлое, я это чувствовала. У меня к нему умерла надежда и любовь. Он мне сказал, что он с другими девушками, условно, спал в этом моменте. У меня все пропало. Видите, чувств нет, даже не плачу. Но чувство ожидания осталось. Вот, это то чувство, которое он у вас вырабатывал. Он вам нужен был для того, чтобы чувствовать вот это ожидание. То есть, тоска и ожидание, зафиксируйтесь на этом ощущении. Оно вас побуждает встречаться с такими парнями, вступать в такие отношения. Если вы найдете, почему это, когда произошло, причину устраните, разберетесь с этим моментом, что, почему, зачем, как это, компенсируете каким-то образом, то это чувство пропадет, и в таких мужчинах вы больше не будете вообще заинтересованы, они вас располагать к себе не будут. Я знала, мне, видимо, просто нужно было услышать это от него, а не от подружек и мамы, даже не от своей интуиции и здравого смысла, чтобы решиться оборвать с ним контакты. Я оборвала, но из души и сердца, из головы вырвать его я не могу. Я даже уже не люблю его, но жду по привычке. Я понимаю, что у него нет возможности даже вернуться теперь, но я жду. Я, похоже, сошла с ума многоточия. Я не знаю, невротик я или нет, но, естественно, у меня и с родителями проблемы в детстве были. И маму у меня неконтактно, и с отцом такие отношения опять многоточия. На отвали. Ну вот оно, я ждала от папы любви, от мамы, я в ожидании, я жду, потому что я жду любви. Потому что бил меня в детстве по лицу, кошмар. Я выросла и никогда, никакого насилия не позволяю физического в свою сторону и морально стараюсь избегать по возможности. Было пару раз такое, что я в ответ на рукоприкладство отвечала тем же мужчине. Не позволяю, но рукоприкладство пару раз было, значит, позволяете. Разумеется, сразу уходила из отношений. Я вообще очень легко всегда могла уйти, не возвращаться никогда, если что-то меня не устраивало. Избегающий тип. И я от этого парня тоже уходила. Год же не думала о нем, просто он где-то там в подсознании у меня сидел. Я знала, что он там. Просто не возвращалась к мыслям о нем. Но он там был. Это первый и единственный случай, когда я из прошлого кого-то всю жизнь, в свою жизнь пустила обратно. Потому что подсознательно всегда чувствовала, что не прошлое это пока еще. Как избавиться от этого глупого ощущения? А я сейчас вам рассказала, когда надо найти причину про родителей. Вам вообще на самом деле самостоятельно будет очень трудно это сделать. Вам надо к психологу идти. Вам надо упражнениями, заданиями прорабатывать обиду на родителей, отпускать ее. Я говорю про прощение обиду. Отпускать это не про прощение совсем, да, и прощать. Вы можете, вы имеете право не прощать, кто вас обижал. Отпустить обиду, это открыто говорить, проживать эмоции, не подавлять их. У вас очень много невысказанного, зажатого. Вот эта обида, злость, агрессия, горечь и боль. Потому что я ждала, меня им физически, морально унижали. Физическое насилие – это подтверждение, подкрепление до произошедшего морального насилия. Я не хочу быть с этим парнем, потому что головой понимаю, что он меня всю жизнь унижал бы, если бы даже со мной был, изменял бы, всегда уходил, как дурочка бы ждала. Все это все зачеркнуло, заблокировало. Но по привычке я не могу никого нового найти и жду, потому что вы зависли, подзастряли на этом парне. Прикрываясь тем, что учу норвежский, мне не до свиданий. Я живу одна, устаю на работе, мне не до парней. Мои вопросы недостаточно длинные. Я хочу длиннее отрастут. А, мои волосы недостаточно длинные, я хочу длиннее отрастут, буду встречаться. Символизм, смотрите, опять. Потом я еще придумала, что ремонт надо делать, картину вышить. У меня куча всяких хобби появилось. Сразу-сразу-сразу много дел. Лишь бы не к мужикам идти, отношения строить. Это же ненормально. Мне 30 лет. Я стала понимать, что, кстати, боюсь заводить детей. И вообще семью. Это про вам, к психологу, на самом деле. Это надо решать. Это страх отвержения. Я откладываю нормальные здоровые отношения. Вот куча откоряк есть. Это все ненормально. Вы это чувствуете. Все равно вам страшно. Повторять судьбу своей мамы. Найти мужчину. У вас вообще проблемы с папой здесь в основном. Из вот этого физического. Она сильно упущает шлепки по лицу. Это тоже не окей и так далее. Вдруг опять расставание, измена, обман, алименты. Одна с ребенком остаться. Очень сильно всего этого боюсь. Это называется, знаете, что это называется? Я боюсь проживать, повторять судьбу своего детства. То есть я ребенку не хочу дать то, что прожила сама. Это психотравма вашего всего детства. И взаимоотношения с родителями вообще комплексно. Не только в частности с папой и с мамой. Вообще вам страшно возвращаться в свое детство. Признавать его, принимать. Боли там очень много было. Поэтому вы не готовы устроить семью, искать отношения и так далее. Рожать ребенка даже самостоятельно или для себя. Как-то без, например, мужа, отца, ребенка. Потому что вы не готовы рожать человека в этот мир. Потому что я не хочу причинять боль ребенку. Я не уверена, что я буду хорошей мамой. Скорее всего у меня есть чувство, что ребенок проживет такое же. Плохое, ранимое, раненое детство, как и я когда-то. Я по факту за собой не замечаю желание, в принципе, иметь детей. Оно у меня появляется иногда, когда рядом был мужчина, который мне нравился. Потому что вы протекцию чувствовали. Но одно мне ничего не нужно. Не хочу никаких детей. Быть матерью, одиночкой тоже не хочу. Это сложно слишком для меня. Мне веселее с собакой гулять в лесу, учить норвежский язык. А парни, которые мне пишут в том же ВК, Они, мягко говоря, не в моем вкусе. Да и еще сразу видно по общению, что ничего хорошего с ними может не быть. Обман на каждом шагу. Вот вопрос доверия. Обман на каждом шагу. Это тоже копилочка, кусочек ваш запрос к психологу, если пойдете. Даже в мелочах и в спорах. Что заставляет меня только сильнее уйти в работу и хобби. На сайте знакомств я уже давно сидеть перестала, Дабы не нарваться на очередной плачевный опыт. Меня вон и ВК-то обмануть хотел турок какой-то. А я даже цели себе не ставила такой вот с кем-то общаться там. Я в ВК кино смотрю, учебники скачиваю для изучения языка. Но главный вопрос, это как быть, забыть напрочь того парня, возвращенца. Буду очень благодарна за вашу помощь, так как на череду сеансов психотерапии у меня нет средств. Может быть, вы бы дадите советы и направления, что дальше делать самостоятельно, чтобы посчитать по психологии. Блин, тут знаете, одной книжкой по психологии не отделаешься и просто почитать. Тут, блин, вообще, понимаете, вроде бы много информации, но для уточнения, выстраивания стратегии, как с вами работать, этой информации недостаточно. Там очень много надо еще копать и узнавать этого. Объемное письмо, хорошее этим, и много эмоций, чувств описано, но не до конца. Я бы с вами 2 часа общалась, узнавая вообще, для того, чтобы выстроить стратегию работы с вами, мне бы понадобилось минимум 2 часа с вами общения глубоко, чтобы все... Потому что там очень много проблем про вот это детство история. Блин, ну для начала, смотрите, вам нельзя уходить от общения. Это не сайт и знакомств должны быть, конечно. Просто вам нужно больше социального общения, заводить друзей, выходить не из онлайна в реальную жизнь. Может быть, у вас хобби, какие-то кружки, встречи, единомышленников и так далее. Вам нужно реальное общение с людьми. Пусть это будут девушки, подружки, мужчины, может быть, в этой компании. Вам нужно какое-то хобби, оно будет вам давать протекцию, защиту, выводить в реальное оффлайн общение. Не вам не надо закрываться. То, что у вас, типа, страх отношений и все прочее, с мужчинами плохой опыт. Вы сами специально уже себе создали вот этот опыт плохой, чтобы бояться и не заводить отношения. Но сама причина – это страх из детства, вот этот огромный блок, травма, которая связана у вас с родителями своими. Вы себя уже подкрепили заранее, у вас есть оправдание, у меня был плохой опыт, мне страшно, все там мужики плохие и так далее, и так далее. Просто вот этого парня с головой, вот этот парень вообще, возвращенец, как вы его называете, это один из примеров, симптомов, назовем так, то, что с вами происходит. Это не проблема, и это лишь пазлик из общей картины. И отдельно им заниматься нет смысла, потому что у вас все равно это будет долго, вас будет все равно к нему тянуть и так далее. Если говорить, как его выкинуть, переключиться на реальное общение не онлайн, а оффлайн в жизни с другими людьми, для начала с женщиной, подружек каких-то, надо что-то искать, шевелиться, что-то это делать. Не дома сидеть, вышивать, а куда-то ходить. Вам не надо закрываться и уединяться. Но вся вообще, все эти проблемы, страх отношений, страх мужчин, застревание на партнере, на образе и так далее, нежелание семьи и детей, это все об одном, о психотравме моего детства, о моем ожидании любви от своих родителей. И надо решать эту проблему с родителями. Я не могу сейчас в видео в одном рассказать, что, как делать, я не знаю нюансов. Как вы общаетесь, в каком вы сейчас родителями в контакте, насколько, что вам нравится с ними в общении, что нет. Но для общего могу только направление дать такое. Общайтесь с родителями, с вашими, так, как вам хочется. Не заставляйте себя общаться с ними. Если вам не хочется, они вам причиняют боль, вас критикуют, делают вам что-то плохое. Вы имеете право с ними не общаться. Вы больше проживаете эмоции, какие у вас были, если в комплексе, да, не по упражнениям конкретно. Ваша задача больше высказывать эмоции своих, как называется их в обществе, негативных даже. Ну, вообще, хороших, плохих эмоций нет, они все нам нужны. Злость, обиду, агрессию на родителей. Вам надо это выплеснуть. Если это физически страшно, не готово и так далее, ну, давайте хотя бы на письме. Пишите письма, не отправленное письмо, да, есть методика. Напишите папе, папа, там, тра-та-та, все претензии с детства. Маме отдельное. Потом пожгите, порвите эти письма, как минимум. Вам надо вообще познакомиться со своими эмоциями, какие эмоции мои к родителям. Выпишите список, мои претензии к маме отдельно, мои претензии к маме, к папе и так далее. В общем, пропустите вот эту жертву, от нее надо избавляться от этих страданий. Это очень большая, конечно, работа. И просто так в видеонаправлении вот такое. Вот если направление, я вам рассказала, что там происходит, что с этим делать надо, надо индивидуально копать. Но какое направление, что это про родителей, про семью, и все, что вы описали, это, знаете, верхушка айсберга. Одно, он там, оно под водой, и там самый весь лед находится. То есть не надо бороться с верхушкой, надо копать сразу глубоко во внутрь. То есть эффекта будет результата. По вершкам вот так вот порезаю, чуть-чуть снег и лед мужиков, там страх семьи, там нежелание иметь детей. Вот эта вся история по вершкам. Очень долго будете глубине эти. Но я бы, вот моя методика с вами работы, я бы из глубины самого прародителей. Надо туда сразу быстрее результат, быстрее будет результат, лучше будет результат, качественнее работа будет. Вы почувствуете перемены. По вершкам вот так чикать. Ваш запрос сейчас был в письме. По вершкам вы рассказывали о вот этих вершках. Тут же я сейчас повторяюсь, в принципе, да. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Всем, кому хочется поддержать девушку, дать советы, может быть, были в подобных ситуациях, пишите в комментариях ваше мнение. История довольно-таки долгая, интересная. Я в инфобоксе оставляю свою почту. Если кому-то нужна моя работа со мной как с психологом, пишите туда тему письма, консультация. Я вам вышлю условия работы, стоимость, как это можно сделать, встретимся с вами там в скайпе, в ватсапе видео. Что еще? Пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень помогает развитию канала. Мне это очень приятно. Это работает. Спасибо большое. Больше подписчиков приходит. И мои полезные видео, я считаю, что они полезные. В комментариях пишите об этом же. Они будут более доступны, более широкие массы людей. Если кому-то что-то нужно, какой-то индивидуальный товар, люксовые бренды или еще что-то индивидуально выслать из Стамбула, Турции, в страны СНГ и в России в частности, вы тоже можете мне об этом написать. Я вас проконсультирую и что-то могу, ну, с этим байерством могу вам помочь. Если у вас какие-то запросы подобные есть. И сразу скажу, что, или напомню, что какие-то масс-маркет, дешевые сегменты невыгодно приобретать, потому что доставка, вот эта разница, она будет съедать доставку, как бы нет смысла. Ну, то на то и будет выходить, супервыгоды какой-то не получится. Если это люксовые или дорогие какие-то бренды, средние, выше среднего поставимости, то есть смысл приобретать и делать эту доставку. Если есть вопросы, моя почта всегда в инфобоксе. Пишите тогда, я вам отвечу. Спасибо за внимание. Всем пока!